Здравствуйте, уважаемые ученики! Дамы и господа, мы продолжаем наш тренинг по специальной мануальной терапии. И у нас сейчас процедура будет связанная с поясницей. Разгрузить поясницу и проблемные места, когда позвонки ушли вовнутрь, то есть в тело человека, да, или когда вышли наружу. То есть тут приемы скручивания нам сейчас не нужны, нам нужны немножко другие приемы. Как правило, это все сопровождается скреплением мышечного корсета, который держит таз, держит крестец и приближается к гребне подвздошной кости. Ну, перед этим, конечно, мы уже размяли, разогрели тело человека, да, и теперь нам нужно его растянуть. По поводу, кстати, скручивающих приемов, не в предыдущем видеоролике, можете подписаться на канал. Это вот для казачьей порки ремень. И там посмотреть, по поводу, там все виды скручивания я уже объяснял. Сейчас секретная техника применения ремня. В принципе, можно применить просто полотенце. Сюда, поднимите таз немножко. А все, ложитесь, опускаем. Опускаем, продеваем ремень так, чтобы он зацепился за косточки подвздошной кости с боков. За гребень подвздошной кости, да. Здесь, если есть достаточного силы в руках, да, можно поднять руками. Если не хватает, то, в принципе, такой прием можно делать на полу, стоя, да, сзади вы с полотенцем, либо каким-то жгутом натягиваете на себя. Ну, я на стол вставать не буду, естественно. Вот. Для начала, смотрите, мы... Ница сама не поднимает, а просто расслабились. Надо дать человеку понять, чтобы он полностью расслабился, да. Потрясли немножко, вот так вот сделали тракции, раскачали поясницу, и после этого натягиваем максимально сильно, чуть-чуть с наклоном назад, потому что, помните, от вот этой точки камня преткновения, как я ее называю, L5-S1, да, все, что находится ниже, тянем вниз, да, все, что выше, вверх, немножко назад. И своей рукой вытягиваем в противоположную сторону ее косточки поясницы. Вот такой прием. Но перед ним, если не хватает расслабления, то есть вы чувствуете, да, что все-таки человек не отпускает свою поясничку, то тогда еще можно дополнительно разгрузить такими методами растяжения. Светлана, встань, пожалуйста, на коренки. В смысле, на четвереньки, на четвереньки, на четвереньки. На четвереньки. Поза... Надо пошли чуть-чуть. Поза кошки, пролезающей... Подожди, 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 сама не делай. Пролезающей под забором, так называемый, да, из йоги. Тут нам важно соблюсти, чтобы бедра были под прямым углом к столу. Везде прямую руку. Они были, были, были нормальные. Вот я их держу. Мы их держим, чтобы человек не уползал, да. А руками ползай вперед и ложись на грудь. Вот прям легла, да. Вот отсюда, соответственно, мы это место массируем. Второй рукой я придерживаю жестко танц, чтобы он вообще не уползал. С либерационными техниками. И проходимся вниз, вытягивая, растягивая место крепления позвоночника к крестцу. Можно, в принципе, и дойти до трастовых техник, когда мы услышим хруст. Что там занимать йогой, да? Йога. Да. Видно, что гибкая. Молодец, выдерживает. Еще немножко откат назад. Если и в этом состоянии человек не расслабляется, тогда встань в позу собаки. Эту руки надо поставить прямо. Нет, 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 на стол. На стол в камеру встань. Поднимайся, поднимайся. Как стол. Как стол на четырех ножках. Даже прямые руки. Прямые руки, просто прямые руки. Никуда не наклоняйся. Голова висит свободно. Вот, мы расслабились. В этом положении нам нужно продышать и опускать и поднимать поясницу. Для этого мы сделали выдох. Опустили его сейчас максимально. Опустили, опустили вниз максимально. Вы можете помогать руками, да? Вот с точки зрения, в той точке, где пупок, как будто бы висит грузик. Представить, да? Он тянет именно в этом месте вниз. Теперь вдох. Выгибаемся, как кошка, вверх. Стараемся выгибаться не в верхней части, грудной, да? А в поясничной. Теперь выдох. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. В принципе, этот прием очень хороший. Самостоятельно используем. Даже в домашних условиях. Что-то вы там сами себе потянули, да? Можно встать. Или так себе продышать. Растянуть. И после этого, если вы занимаетесь мастером, да? То он предложит дальше мануальные трастовые техники. Вот. К трастным техникам отнесем все. Остановились. Отнесем следующую технику. Стоим в такой же позе. Опять ноги чуть назад. Чтобы прямой угол. Все, 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 все. Руки разворачиваем ладонями к себе. Нет. Да, прямой угол здесь к столу. И после этого достаточно жестко можно провести траст в пояснице. Обычно говорят, нельзя нажимать на поясницу. Но в данном случае, если делать это аккуратно, то можно. Во-первых, на растяжение держим крестец. И достаточно резко и грубо продавливаем ее вниз. Таким образом, получается, если у нас позвонки нижние, ну, допустим, или 4, или 3, да, ушли внутрь, то мы давим на остистые отростки верхние, да, получается, или 2, или 1, давим достаточно сильно, так что за счет пружимистости наших межпозвоночных дисков, да, они выходят назад. То есть давим, получается, выше вот здесь. И вперед. Да, вот туда. У кого не хватает силы, ну, стоя, да, можно залезть на стол, либо сделать то же самое, в принципе, на полу, тогда всем своим весом вы давите. Ударная такая техника. Человек будет кричать, может быть больно, но отходит буквально там через одну минуту, и все, он нажалует кайф, потому что ланки встали на место. Следующая техника. Секомен, вставай. На пол, с той стороны. Сейчас мы немножко стол подвинем. Следующая техника для разгрузки поясницы. Тебе нужно будет подойти вот сюда. За счет сил рук опуститься вниз. Так, давай сейчас продемонстрируем. Тоже, кстати, это для самостоятельного использования можете делать. Уперлись в любой стол, любой там турник, или даже на улице перекладины, как называется, вручнуки, да, можно на них это проделать. Как угодно ставите руки. Хоть так, хоть так, хоть на кулаки. Опускаемся за счет того, что ноги расслабли, расслабили мышцы ног, да, опять гребну подвздошную костюм, упираемся в стол и натягиваем себя вверх и вперед. За счет силы рук. Попробуйте. Упритес, укритес, 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 укритес. Тоже здесь. Ноги висят. То есть мы не опускаем их полностью, не поднимаем их и не стоим на них. Просто расслабили. Вот. За счет силы рук вытягиваете себя вверх. Так мы стараемся пилиться. Вот так вот, да. Тут смысл в том, что получается, такой тренажер таз мы тянем вниз, а руками весь верхний корпус мы вытягиваем вперед. Немножко смотреть. Не тело нагибается туда-сюда, а вот вы натянули, дошли до преднапряжения и после этого вот так вот, в какие-то растуте, выделка не у себя. По нашей схеме, то есть сначала вытягивали, да, с декомпрессией, потом доходим до преднапряжения. Это самая крайняя точка, когда вы уже, ну, позвоночник уже дальше не идет. Все. Функционально не движется. И после этого идет мобилизация и траст. Ловите лайфхак для самостоятельного использования дома. Можно на спинке дивана это проделать. Я даже там в передаче показывал, как женщину в возрасте тоже спокойно это надо проделать. Теперь закончим упражнение, ложимся. Вот. После этой разгрузки ноги опять висят, проверяем их, чтобы они висели. подходим к повесничной области нашей, да, и растягиваем ее по диагонали и продольно вдоль позвоночника. Таким образом, чтобы крестец наш двигался вниз. После этого можно растучать эти места, так как у вас достаточно сильно. И опять вот такими приемами, то есть вот эта рука совершает траст. Эта рука держит крестец, максимально отодвинуть его вниз. Дошли до преднапряжения и после этого растут на техники. Опять же, все сюда можно вставать. Опять же, используется в тех случаях, когда позвонок ушел внутрь. Это, как правило, самое сложное, но выяснится обратно. Ну все, на этом эти приемы мы заканчиваем. В следующем видеоролике перейдем к следующим техникам. Ну а пока мы отправляемся на отработку, на повторение. А если вы не с нами, если вы нас только смотрите, то зря вы это делаете. Вы ушли, подписывайтесь на канал и приходите к нам на тренинг. До новых встреч. С вами был Олег Алавгубин.